господин генерал добрый вечер добрый вечер вот скажите насколько александр николаевич этот вечер для вас добрый какие у вас эмоции сегодня когда скоро уже 10 месяцев с начала войны по сравнению с эмоциями которые у вас были в первые несколько дней полномасштабного вторжения сегодня с утра поздравили нас чтобы поднять настроение особенно где-то с пол шестого утра массированный налет шахида который ран не доводишь вообще да ни одного не они дали там немножечко кусочек но еще до войны а сейчас же шага не дам ни одного и вот они буквально 13 штук по данным мэра киева и другим военным экспертам 13 штук начали буквально где-то с пол шестого бомбить на киев но слава богу нашим повод говорят все все же все 13 были уничтожены вот хотя такая красота была в небе полеты взрывы ну то есть с утра зарядились на целый день можно так сказать то есть настроение у вас хорошее отличное с утра александр николаевич скажите пожалуйста вот вы знаете у меня был товарищ к сожалению покойный его знал весь киев лет петрович шевчик он был гинеколог и он любил о себе говорить я 30 лет в органах а вот вы в органах но в других в органах безопасности уже почти четыре десятилетия скажите пожалуйста что сейчас на ваш взгляд чувствует путин вот какие у него мысли и какие внутри ощущения на ваш взгляд ну если честно говоря если бы я мог познать на данную душу которую внутренне залезли вот мы поговорятся там чуть-чуть вот это невозможно единственное что насколько я понимаю это период созревания на который достигает определенный определенного рубежа и наступает период осознания а может быть разочарование в чем-то может я ошибаюсь но давайте называть вещи своими данный индивидуум практически уже 20 лет был лицом который у него все получалось у него все получалось чтобы он не делал сколько раз тоже когда он заходил уже помните нельзя при приватизировать кресло это же его слова да если президентом все один срок ну максимум два надо уходить иначе толку не будет это же его слова вот после этого ваша вы вспомните там много перечислять можно пенсионную реформу чтобы поднять пенсионный возраст никогда в жизни и так можно перечислять до бесконечности уже не говорю о том что про украину братски народным а крым да не обсуждается все территориальная целость крым это украина тоже его слова это же не читанные слова и пройдя 20 летний путь когда извините за выражение лижу жопу на практически уже все и даже мыши и ни один не может сказать правду ему а все говорят одно вы такой великий вы такой вы так ручкой махнули вы так красиво сказали вы всегда правильно вот это вы молодец помните когда была детская сказка я ее смотрел еще в школу когда ходил я не помню название это про царя на на и лизоблюдо царь батюшка а можно вот смотрите всем он вот а я принципиально вам сейчас как скажу я как скажу давай вот ты принципиальный потому что все надоели я вот принципиально скажу от себя вы такой но такой царь на на я не боюсь даже это сказать но вы самый лучший вот где-то вот так наступил период когда он уже возомнил то что действительно он самый лучший и в окружении никто не может сказать правду на о том что кто-то в штаны сделал может король голый ну и так далее то есть наступил период когда человек возомнил уже помните кстати это его слова что нельзя сидеть долго иначе наступает период когда люди начинают уже привыкать к этому кресту это же его слова а теперь наступил период когда его из этого кресла не выдернешь ничем но вы обратите внимание как меняется психотип личности наступил период на когда он уже себя возомнил на петром первым это же ну вот же объявил что петру первым собиратель земель русский уже смеется сам говорит и сам смеется ну думайте когда он озвучил буквально на днях там выступая перед членами защитниками по моему этих самых прав свободного при президенте там как-то да да я уже не помню вот петр первый воевал за азовское море и мы теперь азовское море внутреннее ну хотя бы книжку почитал петр первый же просрал всем все войны за азовской море он ни одного же не выиграл ну из истории но но почитаем что никому подсказать надо же говорить немножко другие вещи а так с азовским мором море можно вспомнить крымских татар и монгола татар и так поэтому прошло уже почти девять месяц даже больше прошло что он думает я не знаю ну если честно я не знаю но то что пошло не все не по плану это да то что не ожидал он такого сопротивления украинского народа украинского это естественный процесс то что он думал что пройдет мальчишку плохишу все начиная от 8 08 2008 года когда нападение на грузию и откусил два куска на абхазии и южной осетии да что сделал всемирное сообщество всеобщие негодование возмущение а потом владимир владимир путин остается великой восьмерки вот так было даже с восьмерки не выкинули потом проходит немножко все получилось это же после олимпиады потом вторая олимпиада опять все как будто бы хорошо прошло крым тут из восьмерки как будто бы выкинули но опять же все общее негодование соболезнования возмущение строить страшные санкции нанесем такие что вы царь батюшка испугаетесь нет вот ну пани меркель же сейчас сказала да что она оказывается за украину пищилась да после крыма ведь это старая кошелка что она сделала северный поток один северный поток два а с кем она делала с кем делал это раз второе ну наверно пани меркель он же пообещал за северный поток 12 наверно какую-то дожесенку там наблюдательном какой-нибудь совете там еще что-нибудь и она уже все ждала как шведер шведер же дождался она что-то шведер первых правоправедов там пролез на на проходчик на 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 бурильщик вот и она думала на северный поток один-два станет там генеральным директором я не знаю ну комсомольская молодость не проходит зря правильно вот в гдр а тем более стать секретарем комсомольской организации без штази вы можете поверить что становится человек в гдр секретарем комсомольской организации без разрешения штаз ну я думаю что она работала конечно а кто не работал не становился секретарем комсомольской организации тем более партии о чем вы говорите ну я думаю так поэтому все это все было понятно единственная для него она проблема возникла после февральских непонятных событий 2022 года когда он вы же был помните недалекие время и мы же это все помню два-три дня там недели на парадная форма все это помню на прощение к военным это ж помню давайте с вами легче договориться все это хорошо все идет по плану тогда уже сейчас идут по плану а главное что он же серьезный пацан пацан сказал пацан сделал он сказал не будет мобилизации вот она мобилизация правильно да не будет пенсионной реформы вот она пенсионный ремонт присоединил херсон и вот он херсон да присоединил герсон и нет герзона хер ирсон ну где-то так не знаешь назвали город арбузов захотелось но вот как-то не получается с арбузами ну где-то так скоро из черешни не получится александр скоро из черешни не получится смелиток не получится там и с углем не получится ну на шо ж поделаешь песком там по телевизору показывают какие-то окопы на вдоль пляжей на крыму там копают смех господи там ветер сдует эти окопы сам а если не дай бог еще шторм ну вот там же штормы бывают на черном он вообще зальет и так далее ситуация реально просто то что он понимает что он вляпался не в тон и когда рассказывать сказки венского леса о том что начали публикации различных изданиях европейских и в том числе американских что владимир владимировича голодина кто-то запутан обманул называет там ковальчуги там еще кого-то фамилии там куча перечисляется фамилии вот патрушевы и так далее они вот обманули его а если бы он знал бы никогда ну взрослые люди все прекрасно понимают за 20 лет он выстроил систему такую что он когда он принимает решение он хочет слышать только то что он хочет а если кто-то придет и скажет ну что есть сомненный ну где этот человек окажется ну мы же понимаем вот так же одержим министр экономики или финансов увлекает да да уже скетч откинулся там ли откинулся я же не знаю там так чтобы все это прекрасно понимать вы же посмотрите как сейчас по медведю всплыл да он без стакана наверное не делает никаких заявлений а то и без двух а может и без двух ну тут а много ли ему надо маленького то кто и узнает душу мы с ним пить не будем мы с вами это стоп мы сами справимся без него это не только вагнер нужно брать себе там это самое тут такое дело поэтому 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 что он думает я не знаю разочарован там не разочарован я этого не знаю я знаю другое что вы посмотрите что сейчас система российской империи на на принципе на копия попытки создания третьего рейхи копия все те же самые высказанные обижают русский язык переводим немецкий конец середина двадцатых на начало тридцатых году кто-то говорит правильно обидели территориальные целостные сконные земли должны вернуться в состав германии тот россии ну я не говорю уже о том что на те вот тексты которые произносятся практически они в один-дин совпадают высказываниями гиббельсона ну давайте реально я же не поленился как-то взял выступление на путина лаврова на риментропа на молодости или современности вот они же один в один вы же обратите внимание интересы на нации историческая справедливость и так далее так далее так далее то есть они все повторяется в одну дугу даже с вагнером возьмите ну вагнер вот если взять создание вагнера она же не так давно исторически создана правильно ну там говорят повар там то ли он повар ну то ли он не повар ну вот ну кто его знает вот но то что он сидел это все знают а знаете какая аналогия была в третьем рейхе нет я вам рассказываю был некий оскар пауль гирлевангер это интересное создание которое было создано дивизии эсэс гирлевангер дивизия эсэс так вот она начиналась с особого отряда потом батальон пол бригады и доросла до дивизии эсэс так фишка в чем заключается это ж его дедушка геймлер вот составе эсэс поручил в июне сорокового года создание специального отряда из егерей которые браконьеров из браконьеров которые были осуждены и вот с концлагерей с тюрем он собирал этих зэков браконьеров создавал сначала маленький отряд потом он образовался в батальон полк в бригаду а уже где-то в феврале сорок пятого года все память не отшибает была же создана дивизия эсэс и она называлась дивизия гирлевангера так называют ничего не напоминает так вот формирование этих подразделений сначала было из браконьеров потом туда набирали зэков сначала разжалованных и арестованных военным судом офицеров и солдат вермахта совершивших преступления потом туда начали собирать уголовников а начиная сорок третьего года ну они ж молчат ну то у данного персонажа на на был целый батальон русских уголовников уголовников не военнопленных а из бывших зэков которые добирали ну когда штроба попадал там плен там зэков собирали и был целый батальон который они чудили в белоруссии в польшу чехии и так далее и так далее словаке кстати они чудили вот так вот что-то мне напоминает пан пригожин и данный фигурант где-то они совпадают кстати данный персонаж вот дивангер уже тоже на нас сидел он начал первую мировую войну немножко вольна наемный через год стал лейтенантом первую мировую но прошел вот после этого вступил в партию понятно в какую партию только одна же партия бывает вот что в россии что в германии только одна партия вот а потом за изнасилование 13-летней девочки он был разжалован и лишён всех наград прошу прощения всех наград и был осужден но потом же в сороковом году это он где-то в тридцать тридцать третий-четвертый год а потом он в сороковом году понадобился для создания специальных отрядов из этих зэков зэк за изнасилование и тут он как-то формирует из этих зэков ничего не напоминает все повторяется все повторяется александр николаевич но тем не менее вот все это очень интересный экскурс исторически замечательный но скажите пожалуйста путин понимает что он приехал или нет я скажу свое мнение честно не понимает он уверен что он идет семимильными шагами и он достигнет своей цели и ему как всегда удача на нам привернется на поможет и так далее так далее а это до временные трудности и так далее я думаю так почему потому что человек который 20 лет всегда побеждал давайте так он же практически перебил всю элиту в российской федерации оппозиции оппозиция точка не и и нет вот сказки о том что он кому-то дает обязательства и всех выдерживает ну прошу прощения мы это с вами там сидели чайку пили я спорю с вами а какие он обязательства выдержал перед ельцин никаких ну когда четыре года не трогал его всю гвардию четыре года не трогал никого какой-то промежуток времени даже любая свинка должна откормиться на правильном а потом уже что надо зарезать кто же режет на неоткормленную свинку то есть говорить о том что вы зависли не говорить о том что он кому-то давал обязательства и он это самое выполнял то не соответствует с вами уже обратите внимание за последнее время очень интересно наблюдать за данным персонажем я не знаю россиянам интересный элемент я не знаю а вот мировому сообществу и мне лично и мне и мировому обществу так красиво подчеркнуть свою значимость на всякий случай вот очень интересно вы же обратите внимание как он начинает нам оправдываться что не делали это не делали вот мы по энергосистемы бьем только после того кто кто первый начал ну знаешь как детском садике написал чужой горшок или украл на чужую игрушку на кто первый начал по мосту дали там где-то вышки на на электрические погасили а вот мы в ответ ядрит мадрид на ты ж сука из прошу прощения на с февраля месяца долбишь свою энергетическую систему нашу с феврале месяца февраль март заводы положил все на электричество вложил на все а теперь кому-то он объясняет что я теперь вот это мы в отместку но мы ж такие мирные наши мирные бомбардировщики тут стояли в энгельсе никого не трогали но мы и мирно бомбили какие-то проклятых на на хохлу они нашли такую возможность как-то не хорошо так мы же не признаем что это какое мы имеем отношения правильно как владимир владимирович путин говорит их там нет и нас там нету кто там может святой дух пролетел может еще что-то между а вот они сами себя на них похоже ну что ребята сейчас я вам покажу чем надо пить чай вот смотрите что у меня есть у меня в руках птичьи молоко гордон в шоколаде там вкуснейшее птичьи молоко ничего лучше в своей жизни я не ел и вот у меня в руках зефир гордон поверьте мне ничего лучше в своей жизни я не ел и это правда вот посмотрите они у меня на тарелочке вот они птичье молоко и зефир вот такая красота теперь смотрите что у меня есть у меня есть чашечка обычная вроде чашечка вот ее ставлю беру чайничек и наливаю в чашечку а теперь будем смотреть что будет происходить с этой чашечкой я нам наливаю кипяток наливаю 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 смотрите что же с ней будет происходить ой-ой-ой что с ней уже происходит посмотрите вот она чашечка кто-то там проявляется мне кажется это я отлично уже проявился и теперь смотрите вот конфеточки не ну это бомба и вот зефирчик это две бомбы на здоровье ребята хорошо александр николаевич то есть он считает что он вырулит что у него все впереди а окружение его понимает что песня спета а вот это другое уже вопрос когда давайте так владимир любит историю да ну ужас историк у нас феноменальный феноменальный историк они все метри 50 шляпы все историки давайте так аналогии проведем павел первый верил что его окружение любит ценит и так далее он же перевел на австрийский шахта перевел на австрийский шахта переодел форму на австрияков все законодательство да вспомните при нем же начали даже краситься вот эти шлагбаумы и будкин да 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 это понимаешь при павле пиво и павел первый верил что его окружение на на все любит ценит и так далее был уверен правильно но потом появилась на нам я же знаю шведская там табакерками какой-то английский шарф а кто табакерка потом шарфом задушил личное окружение правильно и еще есть маленький нюанс павла первого кто возглавил на на убийство павла пиво его сын александр первым теперь идут разговоры что кто-то хочет на на передать своей дочке престол на по наследству и так далее но услышали да да бурно обсуждались что все какой там папе что вот дочка такая а наш там генетикой занимается там выводит на какие-то там миллиарды на на в эту генетику втюхивает не втюхивает я не знаю что не там творят вот уже ду дочки так это на полном серьезно я разорвался одним человеком кто-то запустил какой запустил то у них внутри разговор это они это верят это бурно верят ну но я вам задам вопрос александр николаевич вы же специалист спецслужб скажите а возможно его же прекрасно охраняет возможно чтобы был какой-то шарф или табакерка при такой охране дмитрий лично вот взрослый мальчик и все сказки верится не предают враги предают свои близки вот кто охраняет старые советские поговорки кто на каком заводе работал тот то имбил то на колбасном заводе тут колбасу таскал на правильно то что охраняет тот то это да кто на допустим запчасти на тракторе на то с трактором на железяку какую-то на обменяет на колбасу тут на железяку обменяет и так далее помните при антропове анекдот пошел на когда было водка ну 362 сделали 4 зеленая помните да да и пошел же анекдот на когда кромотяги спрашивают как вы относитесь к тому что бутылка водка стала 362 на 412 нормально ну как это же дороже вот это петлюга как стоила бутылка так и стоит бутылка так и здесь поэтому жуткая водка была вы помните а тогда еще не кушал ее честно говоря был чем маленьким мальчиком году курсантом потом мне уже был офицером поэтому еще не тот уровень был чтобы но кушать водку по ранку не доходил так вот я к чему говорю ему надо бояться своего окружения а свое окружение когда видит ну давайте так нельзя думать что в россии все дебилы не все дебилы не все давайте так особенно в москве который окружает на 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 и в санкт-петербурге это же вся группировка на на который пересосла из санкт-петербурга да вот это умные люди на грамотные на во вторых на на они богатые люди на миллиардеры миллионеры на на они привыкли жить на на красивую красиво закончить на и передать это по наследству для красивую жизнь своим детям внукам правнукам и так далее для этого лишь покупали дома где во франции в англии в италии в испании США и так далее по всему миру но почему-то не покупали в белоруссии на воронеж там рязани и так далее а где дети учатся а где дети уже прислонились на а куда бабки выведем то есть большие суммы денег не зря же поймете а запад же тоже не он же не однозначно вы вспомните на начале февраля где-то март апрель в мае вот мы там арестовали 300 миллиардов долларов на российских на которые на западе и это пойдет на возмещение украины прошло немного времени уже не 300 миллиардов оказывается осталось 100 а 200 куда делось а здесь вот как будто не есть но вот тут осталось где-то 100 миллиардов а кто спилил уже 200 миллиардов понятен вывод эти идут договорники именно и вся эта братва на на которой было извините заражение с голой жопой до путинского периода и при путине сталина на богатыми уважаемыми людьми и они возомнили что это они все достигли своим умом они не грабили они своим умом не такие способны вот и теперь а вова давал им воровать укради с нефти там с газа ну там золото с алмазов нас наркотиков там помнишь как самолетами да 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 перевозили из какой-то страны на целый самолет наркоты героин опиум и так далее так то есть были поделены сферы влияния и каждый зарабатывал огромные деньги ну естественно там в общак там делились но святое дело вот но каждому долях а теперь они возомнили что это они своим умом достигли и вот арестовывают у них яхты дома счета и невозможность платить не детям не уборщицы не дворнику и любовницы все жизнь остановилась понятие это большой шок и вот если на первом уже обратить внимание они всегда считали видели в нем человека который решает любую проблему любая которая не возникала вот мы уже не говорим там грузии на абхазии крым там даже другие когда возникали вопросы но надо было надавить где-то там с казахстаном где-то там сша решить какие-то вопросы в космическом уровне да в любую и он всегда поднимал ставки и выигрывал как в казино и все считали что он фортуна идет все силы да и вот давайте реально первые два-три месяца на все окружение думала что фортуна не мог опять повезет но тут получилось как всегда на нежданчик в казино став на любую цифру приходит за рога а вот на зоро и пришли и вся ставка накрылась сейчас выйти ситуации можно только одним способом вся братва ну мы прекрасно понимаем это же великого секрета нет и он знает я ему докладывать о том что вся она побежала назад договариваться какие условия дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и дать нам как-то жить потому что ну давайте реально даже так титане когда тонул он часто же на лодках то спаслось правильно а капитану пришлось нас титаником уходить но на куда-то на дно и думаю до сих пор там сидит на не возмущается что не объехал это ческалучи айсберг то есть ситуация какая окружение привыкла комфорту спокойности все нехорошо размере нам все получается вот все эти сказки о том что у нас самая лучшая армия мира там это все никому это не волнует люди которые награбили бабок у них сейчас задача на сохранить эти деньги а сохранить деньги это надо идти на договорняк вы же обратите внимание что в россии не знают какие олигархи на российские финансируют сбойные силы украины финансируют и так далее и так далее это же не секрет и каждый считает своим долгом вложить в лепту победы украины для чего чтобы перед западом показали не такой хреновый я не только воровал но я же дверь и наконец-то начинаю жертвовать на благое дело на освобождение россии и так далее а тем более все прекрасно понимают для запада развал россии никому не нужен вот на эти отдельные государства княжества никому не нужно вы же помните когда девяносто первом году приезжали сюда и президент сша и кто только 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 не выходить из состава советского союза да хорошие так далее так далее потому что для сша был шок на развала советского союза nfc супер гордон крыса путин пошел вон 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной nfc коллекции супер гордон всего три с половиной тысячи ярких необычных картинок каждая из которых основана на моих мемах которые вы хорошо знаете и любите nfc сегодня это не только перспективное и приятное вложение важно то что часть денег от продажи коллекции супер гордон пойдет на покупку разведывательных супер дронов которые помогают нашим защитникам изгонять фашистскую нечисть с территории украины заходите на сайт супер гордон nfc ком исследуйте простой инструкции каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных nfc кстати на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции супер гордон если вам нравится заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас в инстаграме на супер гордон nfc и в телеграме на канал супер гордон умные и продвинутые уже там присоединяйтесь запад безинтересован развали российской империи со временем путинской вот им конечно было попроще чтобы но путин ушел и кого-то оставил за себя который не имеет отношения к войне и как-то позорище все они они живут в окопах грязь на на все для него специально сделали деревянные настилы на полу на стену столы рублены но обратили внимание да конечно сенька помидор огурец яблоко лежит там шоколадка лежит солдаты все чисто и вымыты и отбрит попит его на бред севы как бы таком впечатлении что они снимали тот же самый фильм как пан кадыров на наврозном а это где-то подмосковье снимал ну я не знаю но бред но те окопы это стандартные копы которые делаются в учебных центрах сержантского состава даже не офицерского это так ну тут такое то есть он замазывает практически всех кидаю туда чтобы не было людей но я еще жду когда премьер-министр значит приедет вот чтобы не было тех людей которые бы не были связаны с войной и могли вести переговоры запада это так но на сегодняшний день получается ситуация интересная как развалился советский союз так сейчас развалится российской империи мы с вами долго говорили на северном кавказе я уже не говорю о других народностях татарстан якутия и так далее можно перечислять до бесконечности вот смотрите несколько дней назад на руссмартановский район до элемента вы же хорошо знаете чечню вы же специальность по чечне простой маленький конфликт сотрудник беркута на что-то поссорился с гаишником гаишник что-то потребовал от беркута от беркутенка беркутенок что-то не согласился потребовать это в результате перелилось это все в состояние такое что все местное население поддержала на местного сотрудника беркута да а гаишника поддержал на великий дон-дон вместе со своим спецназом и он присылает туда спецназ утихомерить и потом открыто по телевизору заявляет что если вы там будете вести себя не как мужчины и так далее то далее вас всех отправлю на фронт в украину и вас приведу в соответствии а теперь скажите отдадут они этого беркута я не знаю хорошим там он их плохой тогда не знаю могут и отдать не отдадут вся ситуация в том что в чечне это тайповая система клановая вот семейными они же это мы знаем род ну два-три поколения они знают до десятого двадцатого поколения это раз при советской власти не по угловному кодексу а более традиционно лично неприязненно кто-то кого-то где-то обезлил она называлась кровной месть ты должен отомстить убить на ноги так далее иначе позор всей семьи всему роду но при советской власти это придушку придавливалась как там а теперь представьте за эти времена как она все развилась и нюансик такой то войны давайте так грозный чечено-инкурсской сср но сам грозный был напичкан различными заводами машиностроительными заводы там ремонтный не только нефтегаз на очень много было заводов это было взять старопромысловский завод район старопромысловский там куча стояла различных заводов металлургических не было а там машиностроительные другие там чего только не было этих заводов после первой чеченской второй чеченской войны этих заводов нет там все сравнено с землей нет ничего там практически и в результате после второй чеченской когда старый кадыров предал свой чеченский народ и отдался на путину путин его дал героя россии и спасал директором чечни и сказал наводить порядок это старый кадыровым уже был вообще-то полевым командиром и там главный мула вообще-то всех чеченцев которых он благословлял на войну с русскими по освобождению очки вот так ведь было так и вспомните когда он стал уже путин ему поставил президент отдал герой россии ему журналист российский задал вопрос а правда что вы сказали что каждый чеченец должен убить 100 русских солдат он говорит неправда я сказал каждый чеченец должен убить столько сколько сможет русских солдат это будущий герой россии и президентом уже чечен так вот после его сын а там клановая система тайпы на рода и вот сколько представьте на на было перебито на на людей за то что с леса не выходили на боролись за ичкерин за независимость ну и так далее так далее и плюс установление этой власти за кадыровым стоит на не будет путина не будет коды за ним стоит вся машина власти репрессивной власти вы видели для цирка показали по российскому телевидению на днях приезжал зам генерального прокурора российской федерации представлял нового генерального прокурора чечни не это было видеть на три звезды ну как будто генерал-полковник там такой дядечка там лет семьдесят ему такой серьезный и сидит банка дыра развалившийся в кресле мы меняем прокурора он своего на свое меня это то что то не сделано меня на другого но мы наведем порядок будем наводить порядок и вот он сидит разваленный вот это как он стихи читает да там дон-дон а этот сидит зам генерального прокурора российской федерации он сидит как ефрей как на перед ним да 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 ну посмотрите по телевизору это же не сами выставили так никто они на первом канале показывают как зам генерального прокурора россии приехал и стоит на коленях возле членского лидера молодец правильно это с одной стороны а с другой стороны тайповая система единость как таковой это же не это все верхняя чешуя накрытая и вот смотрите вы вспомните как пан песков на ну ну выпрыгал из штанов на весной харкал когда верховная радовна приняла решение президент подписал закон о признании оккупированной территории чеченской республики и чкере да 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 что там это песков сказал как это так у конституции украины это международное право не вспомнили как будто междуна праве не вспомнили это это же как так на на он же возмущался там слюной харкала лавров вы видели как у него там пачку сигарет не даже не закурил на на чуть не сожрал в трусах и в этих самых в тапочках непонятно как это так а потом молодцы молодец зеленский на и верховная рада они дуплета принимают на курильские острова японские все ура тех вообще накрыло полностью а японцы что сказали таки да вы смотрите японцы нам и трансформаторами и денежку дают и все помогают и так далее так далее чеченцы смотрите 5 батальонов чеченских войны 5 батальон и как воюют пацаны ну давайте воюют на защищают украину они говорят мы защищаем украину защищаем чечню потому что признал а теперь ждут все остальные татарстан ждет 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 а кубань а кубань вообще украинская земля надо уже разговаривать чинки украинской умовы ну давайте так не краще разговаривать у нас верховная рада это же казаки запорожья которые поселились там границы надо охранять это же история на что тут сделать александр николаевич ну вот путин чем закончит на ваш взгляд давайте пофантазируем да чем он закончит дмитрий ильич что мы с вами обсуждали историю павла первого о чем то говорит то есть вы склоняетесь к этому ну конечно ну давайте все сказки о том что там кто-то на какой-то на на великий политолог которые находились там возле путина на рядом чуть-чуть на там соседней кровати получили страшно брюнскую информацию что там вы выезжает то в китае хочет переслацироваться то в венесуэлу то еще куда ну бред да никуда он не помните когда стоял вопрос на предыдущих выборах мы с вами как-то сидели там взорвем кача и обсуждали и когда рассказывали там кадыров будет там медведев обратно хочет тот помните что он сказал будет путин да он человек который почувствовал власть на он уже тот кто поел серверат уже на вареную колбасу не сядет батенька так что никуда уже он уже не представляет себя без этой жизни он не представляет поэтому никуда он не собирается уезжать и так далее а то что ему надо бояться сейчас больше всего своего окружения никто там не какие-то магенты там сыруна на фбр там сбоу там еще там как начинает рассказывать сказки свое окружение свое окружение будет искать возможности для того чтобы оправдать себе страх на а страх заключается в чем если не произойдет действительно отстранение его я не знаю дай бог ему там тысячи лет еще здоровья и так далее подальше где-то там другой галактики желательно мы даже сбросились поверьте я даже всю пенсию отдал бы ему на дорогу там и я думаю не один я такой но есть реалии жизни а реалии жизни заключается в том что если поводозировать сам он не уйдет отодвинуть его можно по-разному относиться к политбюро ну давайте так политбюро даже хрущево убрали и он даже слово мама и сказал спокойно собрался и пошел идти писать какие-то мануары сейчас рассказывают там про его мемуары чем-то было это очень не было но спокойно ушел дедушка сталин же самосоветку не ушел как он там на каком-то съезде но но все говорят 20 20 на девятнадцатом сталин да 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 когда он выставил я уже старый я устал ну да вот давайте я уйду а вы тут осталось что куда как мы без вас он красиво сказал но тут правда все предатели и молотов не туда дышит и микоян и микоян там между дочками уже не бегает там это самое там и так далее вот и весь съезд что сказал иосиф исчезнович мы же без вас но мы и так далее и так далее так вот пан путин немножко пересидел и переиграл в одну ситуацию если бы у него была победа то было как на том съезде на девятнадцатом съезде когда кричали владимир владимирович никуда не уходи а когда он первым победы на зима и не будет это раз второе нам нельзя было делать на мобилизацию ну собирай ты по военкоматам тихаря эти лови там и так далее на переподготовку там нашу то у них там марс сварс на какие-то там название собачьи по на по придумали там и так далее так далее а вот мобилизации теперь уже перед телевизором не посидишь направо не повоюешь не возомнишь себя на великим фельдмаршевом и так далее так далее пошла война в каждый дом теперь каждом доме уже владимир владимирович не злым тихим словом поминает на на живой неживой и второй спектр он совершил ошибку другую когда он собирал крепостных по селам и деревням оно такое там якутия на какая-то там чувашия там это самое одним больше в деревне другим меньше на 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 что там посчитать а вот в москве и санкт-петербурге когда начали мобилизацию это совсем другое вы же посмотрите уже пленные пошли директора фирм да-да-да директора фирм начальники департаментов на какие-то там подразделения структурных там и так далее так далее то есть это люди глубоко не тупые и у них же жена друзья одноклассники все же москвичи у него же нету одноклассников с нижнего тагина ну кто в москве они все вот так вот плотненько садятся направлено на все эти самые ключевые должности а теперь и родственники и друзья и так далее а оно то погибать не это же не фильмы про великую отечественную войну смотреть и по поездку мэра москвы на фронт где все красиво оборудовано ну где вы видите такие окопы украинских военных да а у них то нет у них формы нету теплый у них подштанников не ну как-то мне показали их не медицинский пакет да это ужас ну это ну дальше уже нет слов на этот пакет смотреть ну и тогда а теперь смотрите а украинская земля наш благодарна вот а наших оккупантов любит вот раньше было российской империи на том советском союзе генерал порос помара помогал да то наполеон и шел замерз вот как сосиска вот то ними шел на на генерал мороз заморозил так далее а теперь для украинцев генерал мороз на на тоже помогает и опять так обратите внимание генерал мороз помогает только тем кто защищает отечество и против кого акупат захватчиков до захватчиков но теперь это русские захватчики ну хотя их русскими назвать очень сложно вот мы не будем даваться в историю там сколько национальности приезжает поэтому я удивляюсь меня когда бурят защищает русский язык ну или сатарстаном защищает на на христианство ядрит мобильна христианцы защищает александр николаевич а вот скажите пожалуйста я задам такой емкий вопрос он у меня сейчас родился сам вы единственный генерал в украине которые руководили службы безопасности украины в двух областях сразу донбасса и донецкой сначала затем в луганской я напомню что именно вас штурмовали 2014 году русские и сепаратисты луганские отделе в управлении сбу областном когда вы 7 часов держали оборону без оружия без ничего скажите пожалуйста вот сейчас куда пойдет наша армия освобождать регионы прежде всего в мелитополь как говорят вот нью-йорк таймс частности утверждает а затем в крым или пойдет на донбасс вот начиная с луганской области это первый вопрос а второй вопрос легко ли на ваш взгляд взять луганскую донецкую области вы их знаете как свои пять пальцев и ждут ли нас там ждет ли нас там местное население дмитрий дмитрий давайте не будем превращаться в диванных диванных на фельдмашев куда будет а вдруг мы сейчас прогнозируем и то что разрабатывают генеральный штаб так здрасте приехали а там российские оккупанты услышат на генштабе возомнят что мы выведали страшную буржуинскую тайну не надо да пусть военные занимаются сами но вы же знаете но вы же знаете все у вас люди в генштабе есть на самом высоком уровне вы знаете куда мы пойдем дайли дмитрий еще раз в генштабе знают куда идти и куда наступать это пункт 1 пункт 2 не надо мешать военным они сейчас хорошо работают видите они красиво получается правда там иногда лошатаев немножко на подправить а то замминистра мадам заявил о том что с января на будет мобилизация поднялся хай сегодня с утра да апостоле перед вы меня не так правильно помнили скажи красиво на на ты скажи чтобы тебя понял если ты говоришь с января будет новая мобилизация для пополнения воинских частей а то говоришь уже не будет мобилизации но я же говорю о том перед тем как ляпать языком я понимаю что она гражданская она не понимает все но нельзя трогать те вопросы я же не знаю за что она отвечает ты отвечаешь за свой кусок работы а ляпать языком это второе закончу папиру где будут наши наступать да где-то наступали дай бог чтобы врага выгнали на нас с нашей территории и освободили всю территорию до девяносто первого года включительно вот и все ну я имею ввиду до девяносто первого года не третьего тысячелетия вернуться как будто бы обратно забрать территорию поэтому где будут наступать это не принципиально по большому счету и от нас это не зависит зависит от военных это раз тоже две стороны играли как преферансов преферансов польского дурака не играл только смотрел это сильно умная для меня играя все больше дурака так вот я хотел бы определиться так не надо обсуждать того что планирует военный правильно планирует они знают куда у нас политологов много особенно диваны то одни там на запорожье другие на херсон херсонскую область освобождают уже крым они освободили там донбасс освободили белгород освободили на белгородскую народную республику еще какую-то республику самое главное вот чем меньше вот эти политологи так называемые обсуждали какое направление куда идет украинская армия тем было бы больше толку если бы во второй мировой войны на великобритании кто-нибудь обсуждал данный вопрос с журналистами при пане черчиле сколько бы этот журналист прожил и где бы он прожил но лучшем случае на бы на передке в бахнуте на 1 ленины и вот там был пусть писал свои трактаты с автоматом и саперской лопаты а когда начинают рассказывать сказки они все знают не надо влазить и я не хочу влазить в этот у меня есть свои мысли дамы как-то вообще но для общего пользования это выносить категорически нельзя где где наши наступали главное чтоб наступали освобождали всем это второе третье ждут нас на донбассе или не ждут конечно вот яркий пример просто буквально недавно общался там с одним человеком и рассказал вот у них же мобилизация началась еще раньше сентября месяца сгребали всех ну сначала контрактники потом заребали потом разработали тактику а народ то нет дамы начинают прятать своих мужей любовников там детей то под юбкой кто-то на крыше где-то то как может особенно многоэтажных домах очень тяжело они все начали придумывать ваш дом заминирован и вот толпа на на раз этого дома на меню а там стоят и мужиков сразу в автобусе раз раз на на военкоматные уехали на фон он наружу тоже не дурак пошел они приходят нас мать угольника возле дома донецкий на ваш дом заминирован все выходит а никто не выходит а никто же не выходит сейчас будет ну давайте реально центральную часть проезжает площадь ленина прилетает там на проспект на мира пролетает надо ну за центр донецка когда пролетает ну давайте реально у нас не так много снарядов чтобы пускать на просто по площади линии ну это вообще дорогая вещь вот мы открыто не будем говорить на сколько стоит снаряд для хамеса не будем и 155 миллиметровый снаряд мы тоже не будем говорить который нам дают они очень дорогие раскидываться именно 153 у нас остались мало но сейчас начали сами делать начали делать поставлять все уже качественно туда-сюда но опять же разница между русским и хохлом хохол жадный уже не будет просто кидать снаряд на ради того чтобы кидать если он кидает он знает что туда попаду куда попасть а так просто это русский может кинуть они же обстреливают на на один опорный пункт от 40 до 60 снарядов а нам достаточно 1-2 с хаймесом точно и нету опорного пункта правильно вот точность попадания не финансов так они новую тактику придумали вот они же начали обстреливать народ вываливается они хватают и всех военкоматов обратно понимаете а кто обстреливает донецк ну давайте реально а кто мячик спер на нас стадиона шахтер мячик то спер а сперли мяч да так у вас год везли лишь показывали по центральной телевизии этот пушин подарил этот мячик на мэру москвы на они там где-то поставили где-то поставить этот мяч да мы новый поставим там я думаю что урина леонидович новый поставит этот мяч вопрос не будет мячик сперли на но понимаете ну еще мы даже говорим а вы говорите но скажите когда мы подойдем к донецку и луганску зайдем туда нормально встретят хлебом солью ну давайте будьте реалистами так далее за восемь лет почти девять лет часть населения вот этой диалоги и психологии там и так далее так далее до воздействия вот и особенно те которые находятся на госслужбе ну там где в мхб в мбд пожарникам где-то пристроился какой-то копейка еще может обирать место населения где-то там бабушки семечками торгуют на базар где-то там по 10 то эти семьями я уверен процентов 90 они все ломанутся ну 10 лохов останутся потому что надо же кому-то отсидеть из остальных вот часть населения которое поверил там матерями называть вещи сами ребенку было восемь лет он пошел в в школу сколько ему сейчас лет не надо 17 лет 17 лет это период формирования сознания молодого человека который формировался в чем днр герои какие ну не надо перечислять гири и моторола не надо их вспоминать моего покойника на ночь мы начали этих самых покойника до счет таких не надо поэтому да будет тяжело тяжело то поколение которое наше еще допустим там 40 50 60 лет вот такой философский вопрос хотя перестраивается очень проблема в другом надо же думать не только освободить территории людей она даже думать о том чтоб сразу же разработать план по восстановлению донбасса или он совсем не нужен и забыть о нем у них чемодана без ручки надо и бокс а есть уже брать надо программу сделать так чтобы люди которые там остались немного и точили где-то в душе нож и увидели дорога строится хотя бы не хуже сделали которые было до 14 года ну давайте так самые лучшие дороги где были в донецкой области самые лучшие мосты построены где в донецкой области какой центр был донецк а центр какой отстроен ну вот если хотя бы сделать так аэропорт какой построили какой стадион до человечества это же как животные конечно как импульсове тут они приспособиться к любой ситуации не беря отдельных фигуратов поэтому говорить о том что их надо перековывать часть который сбежит она сбежит а который останется она будет смотреть придет украина с душой да но там же осталось народу мужского населения тоже нету нету мужского населения они же толпами валят а вы посмотрите что творится на под бахматом вот на донецком направлении да а под славянском за полку за вот я разговаривал с одним военным ну вот который приехал сейчас отдыхать на рассказу за три часа боя 78 трупов не считая ранее они ранее не забирают понимать их наших 20 а их 78 лежит и плюс куча раненых они их не забирают александр николаевич вы же в донецке родились выросли прошли там становление скажите пожалуйста вот представим донецк мы вернули вас потянет туда вот приехать в донецк снова увидеть свой свой родной город на могилы приехать дмитрий ну это родина раз-второй там мои родители родители жены ну как вы считаете я приеду тут или не приеду отца русские замучили зверски вот поэтому естественно если будет освобожден донецке естественно туда приеду другой вопрос как будет отстраиваться если правильно поставить стратегическое направление и не будут воровать как всегда у нас то можно из донецка сделать на шикарнейший город потому что там умный регион шикарно разместить заводы там высоко там же еще указали же и угля там и битало всего там море на то же самое азовское рядом понимаете то есть сделать можно так что он будет круче чем киев вопроса нет вы помните когда была москва москвой на болотах восстановлено построена на болотах туда-сюда и когда ну как любит владимир владимирович путин говорит на петр первый начал строить на санкт-петербург на болоте все а потом какой санкт-петербург сделано на болотах да через нам не надо так на на через трупы на через кости на вот но но сама идея острой я думаю что украина будет отстраиваться шикарно и вот те где разрушены города это плохо на на люди погибли все женщины дети на на разруха все но если буржуины проклятые думают на период чтобы не иметь форпост на на против россия всегда будет угроза для европы все время сделайте форпост форпост можно сделать на двумя способами накачать оружием это раз и закануть условия жизни такие что из-за перебрика когда он будет смотреть на нас ростовской и белгородской области вот это хохлы живот а чем и так плохо да потому что мы дурные а чё дурные потому что у нас путин вывод какой пошли на нас снимать ну времена пугачёвщины и так далее это же александр николаевич вот финале я вас прошу скажите вот вы много интересного очень рассказали я понимаю что вы аналитик сами по себе и вы намного больше держите в себе чем рассказываете зрителям скажите вы оптимист да а как не быть оптимистом когда мне понравилось недавно одно видео один вор в законе весь наколках туда-сюда с понятиями но я пообщался с определенной категории людей на определенного жизненного уровня это формазон или шо нет нет это серьезный вор в законе все и который дает заявление шуман пригожин с ним в одной колонии слышали да 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 кто там кого-то туда-сюда там где-то кому-то там вот веселились я же тебя ты же у меня туда-сюда рассказал что пригожин был ну немножко но не той масти он говорит как фраза мне понравилась он знал свое место и принял это место а держится смотрите ситуация какая интересная я пообщался с людьми не говорит а потом же второй вор законе сделал такое заявление проник второй вор законе но это люди которые должны отвечать за базар на правильно если он оклеветал на пригожину а пригожин честный порядочный человек то это братва должны быть их то скрестили раскрестить на правильно раскороновать и опустить на на тот уровень который не обидели на человек а что-то это не происходит вывод пригожин немножечко не тот европейского направления а те расскажите а как он бандитов собирает на стюрьме как поймали он говорит да какой порядочный зэк она пошел туда а там же один из вор законе пошел и прямо на второй день погиб лучше погиб погиб его хоронили там цинковом грамму слышали да цинковом грамму там вот так переменуло его там как фарш никто не видел туда-сюда может это как-то откупные за какую-то копейку я же не знаю но сам факт ну я имел какое-то отношение к бандитам я их работал по ним поэтому приходилось с отдельными и общаться но у них есть понятие если кто-то кого-то неправильно назвал то он за это ответит причем ответит жестко очень жестко но жизни не будет там опущением не закончится этот процесс его все его ликвидируют просто а делать такой один заявление потом второй вор закон не делает заявление а никакой оправки и что-то пан пригожин суд не подал правильно ну пусть подаст наш печерский суд но он самый гуманный фонд чтобы рассмотрел но московский там какой-то там я же не знаю какие там суды есть но есть маленький нюанс а теперь смотрите на путин выстраивает государства я ж не зря прием пример на немецком примере на и пригожим она совпадается собрать бандитов для формирования и так далее но есть россия как ни крути она потихоньку переходит на бандитские понятия посмотрите даже жаргоном на великих людей много да 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 они уже перешли на на феню мурчат лавров это вообще-то купишь меньше он лет десять надо отсидел где-то там нижнем тагивина на особо строгом режиме на морке чешет только так путин на муркина а так это самый песков начал там уже на подборчивать вот а вы посмотрите как это самый медведев на на красиво там рассказывать да то вообще он даже пишет они кайси первые лица так разговаривать они думают что не ближе к народу то народ воспринимают что это нормана единая нормана на поведение в обществе но раз вы делаете единую норму бандитского на вы же помните там скандалы красноярском крае где школа там да вы работали бандитские надо традиции обычаи там скандалы были никого проданы наказали пошумели так далее они что если вы устроите государство как бандитскую систему тогда возникает вопрос бандитской системе с опущенными рядом не сидят ну давайте так опущены в колонии даже в спальное помещение где он спит возле туалета ну кушают отдельно кушают отдельно ложкой продрявленным ну это великого секрета нет они же где на параше и никто порядочный язык не сядет с ним не возьмет ни сигарету не даст ему секрета не пообщается и не дай бог прикоснется а теперь смотрите как вокруг понапривоженного все крутятся только кто с ними общается их напускают называют немножко как-то также нехорошо да сопричастных имеющих отношения а кому он вообще-то борщи насил начнем с этого у кого он повар был и президента сша он кормил а где же была спецслужба президента сша что не знали ну и так далее не хочу пусть они там с вами разбираться но я подразумеваю в тушу если это соответствует действительность то подразделение вагнер на развалится само по себе они друг друга перебьют но как бы ну давайте война закончится правильно и дай бог не дай бог на кто-то из них выжил а как его вернуться к братве скажите когда он был под ну вот как он вернется а то что они вернутся в тюрьму даже если совершат героический подвиг они же вернутся обратно война закончится они вернутся в тюрьму вспомните штрафбат великая отечественная война да сталин амнистия воевали ордена получали война закончилась куда они пошли назад зон и кем они там были как ним относились черная кость но вы оптимист вы сказали да нет уж у победа наша туда же вопросами вопрос друг у меня большие вопросы на нашим великим и могучим товарищем западным вот многие высказывают такую ситуацию что нам дают оружие только для того чтобы мы не проиграли но на не дают оружие для того чтобы победили ну давайте реально когда говорят что нам дали какое-то количество хаммерсов но больше нет мы закажем на заводах и они будут производиться ну там год-два но все прекрасно понимают что на складах в сша на тех хаммерцев полторы тысячи если не больше но может они им самим нужны не хватает снарядов мы что-то будем производить особенно российская пресса подхватывает она вкидывает и даже в западную через свою агентуру закидывать все в нато закончили снаряд этих снарядов у них столько шум базами двигаться только маленький нюанс если бы сша и нато хотели чтобы война закончилась то в чем проблема на передать нам то вооружение которое необходимо здесь ведь русский если на т-62 воюет он дальше не надо человеку пулевоты максимума на тело трехлинейки ну и так далее у них одевать не во что дать нам вооружение и закончилась эта война но нам почему-то дают по чайной ложечки понимаете у нас разносятся электростанции подстанции генераторы на трансформаторы разносит они ракетами бьют а нам системы пво че дать че не дать ну благо немцы дали вот наконец-то уже тогда мы в тот раз хочу попросить прощения у уже президента германии мы тогда его нехорошо взывал человек осознал да приехал да был здесь под бомбежками увидел это да и сразу что сразу и система пво пошли на и гаубицы пошли и все пошло пошло люди потихонечку дает но не но есть вот такие как он венгрии да вы вспомните скандал с шарфом да 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 конечно это футбол не имеет никакого отношения а теперь давайте реально а что было на шарфе часть украины и часть румынии так между прочим австро-венгерская империя ну не вся австро-венгерская вот в истории в двадцать не будем как она стала на счет австрийская была а потом австро-венгерская стала когда принцесса венгрии она на женилась на мальчике на принцем на австрии на и он в благодарность своей жене на назвали на на австро-венгерской империи вот так из истории идти ну то такое а теперь возникает вопрос он с этим шарфом бегает как дурак со ступой а не возникает у вас вопрос что как он настаивает интересы путина на значит евросоюз деньги по помощи помощи 19 миллиардов по бояга против на на венгерской вооружение против на через венгрию не дадим в нато на встречу с нато нет везде он против 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 возникает вопрос а не пообещал ли кто-то ему кусок нашей украины я захвачу все а тебе я дам закарпатье на на там еще кусочек дам и ты же видно на царство на на себе и он уже возомнил что он уже все забирать тем более у него три района до сих пор на на они ну что секретов нет они на венгерском языке разговаривают они начинают утро на совещание на нас гимна на венгрии и вот он уже возомнил что он закарпатье забирает себе вот так так может быть ему напомнить кто такая венгрия и так далее но у меня уже складывается впечатление видели как ему не дали на денежку сейчас да 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 но не за то что он не поддерживает украину а ему нет не дали на ножишь понимает вот и скоба понимаешь почему она не потому что а потому что ну да мы же культурные люди да культурно себя ведем так вот подведя этому черту я вам скажу так орбан немножко на на пусть почитает историю как путин ни хрена читал так и это читает а суть заключается в чем что уже стоит срок на конец сорок четвертого если в стране начало сорок пятого только если сорок первом году говорят немцы напали на советский союз сколько стран нападала в составе вермахтами и французская дивизия и испанская и румыния и венгрия и и так далее и так далее и так далее это столько частей а теперь берем на вторую если сорок первой со вторым даже испанская голубая дивизия воевала что на соленрадке почти полегла уже сорок втором и вывел часть на то что оставшийся и сорок второго ни одного солдата и сорок второго года в сорок четвертый практически все отпрыгнули пронят по сорок пятый включить ну начало себе все отпрыгнули даже в летали на муссолинину нас сняли арестовали потом там кто-то приехал на самолете прилетел освободил там ну и так далее так далее ну вот некий скорцебе там получил там какую-то металюшку на на гитлера на освободил но все равно чем закончили то есть умный помните король румыния на на быстренько соскочил на да ну все все начали отбегать а теперь а он еще остается поддерживаем остался один каламират это россия трехголовый ну белоруссия мощная и туда что-то приперся на иран чего туда приперся на непонятно с этими шахидами которые там он не не передавал никогда теперь ракеты собирается там передать непередательно эти ракеты только маленький у нас уране самого проблема и большие вы в курсе что иран персиш не все перси конечно разный клан северные азербайджанцы большущий клан который занимается несколько десятков миллионов корден и арабы так вот уже третий месяц то что восстание идет там из-за девочки которые там правильно надо неправильно забили убили и там уже третий месяц идет восстание а теперь обратите внимание пошло на переросло уже давить не получается полицейские полицейские камнями забрасывают полицейские участие участки захватывает оружие заход аки захват в азербайджанской территории у курдов и у арабов и теперь они поднимают флаги говорят да мы самостоятельно вообще не перси нам свободно давай на на хамине пусть разбираются сами теперь на на кто там кому рабинович на праве александр николаевич я вам благодарен за интервью мне как всегда было с вами очень интересно я уверен что нашим зрителям будет интересно учитывая что всегда беседы с вами смотрит очень много людей и по 2 миллиона по 3 миллиона человек смотрят интервью я напоследок только задам вам вопрос который интересует большинство ваших поклонников вот вы часто говорите у вас проскакивает на иногда на на а иногда на 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 что вы имеете ввиду когда говорите на на и на 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 но это точно я говорю не то что на россии сейчас что происходит правильно вот тоже один ляпнул языком да вот с перепоя встал путин это на украине и вы же обратите они в грамматику в школах пишут в россии в германии на 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 сша но на украине вот они видят ну я же не это имел ввиду нормально я люблю свою родину на украину даже самого и мы победим победа будет за нами враг будет разбит это однозначно наше дело правое враг будет разбит победа будет за нами александр николаев спасибо большое и вам спасибо на на главное берегите себя и все будет хорошо и наши силы а сбройные силы нас защитят